Девушки отдыхают Идут на водопой Из лесного массива к точке, где будут пить Все это достояние Африки Когда самки идут, они переживают за малышей Поверь мне, им требуется защита Если львы или прочие хищники подойдут близко, они могут убить их Самки должны быть уверены в этой территории, чтобы защитить малышей Смотри, они уходят вглубь буша Смотри на следы Здесь они идут к водопою Слоны проходят огромные дистанции И когда они передвигаются, они уничтожают больше растительности, чем могут съесть Почему? Им необходимо это, чтобы открыт для себя путь Они могут пройти 50 километров вниз к реке, чтобы попить воды Им нужно очень много воды из реки Проточной воды, например, из реки Чоба Это слоновые лепехи Сухое? Да, сухие, но увлажненные С их помощью мы защищаемся от макитов Мы берем их, катаем в шар, как этот Потом кладем на тарелку или камень И поджигаем Они начинают дымиться И когда они дымятся, они выгоняют москитов Вот бабуины А вот здесь деревня стоит Это часть пищевой пирамиды Крупнейшие бабуины на этой территории Это бабуины чакма Бабуины чакма достаточно миролюбивы Но также они могут быть очень опасны Самец имеет такие же клыки, как самка льва И если ты поймаешь одного, то другие будут защищать его Лучшая ситуация в данном случае – это просто сохранять дистанцию Иногда бабуины чакма доставляют проблемы Так как они ломают вольеры, съемают овощи Также, если у тебя есть загон, например, с козами и овцами Они приходят и съедают маленьких едят, ягнят и козлят Это также одна из причин, почему местные защищают свои загоны Заводят охранных собак, которые могут отгонять бабуинов Ты видишь, они убежали Бабуины очень осторожны Малыши едут на спине мамы, потому что это удобно Потому что мама ходит и собирает еду в это время Малыши помогают следить за обстановкой Если они видят что-то опасное, они издают звук и ныряют под маму И это знак матери, чтобы она была осторожна Что-то происходит вокруг Смотри, это Куду Стоит спокойно Красивый молодой самец Видишь, шрага? Смотри, а это пятнистая гиена справа Давай посмотрим, что случится Куду идет прямо к гиене Это Африка для тебя Земля Батслана Правительство Батслана тратит много денег для сохранения животных Это причина, почему ты можешь видеть их всех Смотри, как бежит У большинства животных плохое зрение И потому что высокая трава, они не могут видеть далеко И к ним можно подкрасться достаточно близко Если позволит Шанс Молитской травы низкой Пятнистая гиена живет в одном месте Но если у нее появится шанс Она может присоединить добычу весь день Все это консервация Животные мирные Они не боятся людей Они доставляют очень много проблем для людей и их скота Они убивают скот Владелец должен всегда беспокоиться о том, чтобы загон был защищен Если он уходит с своего загона, у него будут проблемы Почему гиена одна? У гиен нет организованных групп Они могут жить самостоятельно, так и парами Особенно самцы Самки стараются держаться вместе Да, вот здесь вот гиена А вот деревня, про которую я вам говорил Видите, совсем 100 метров и ночью А скажи, могут гиены, или дикие собаки, или бабуины пройти на эту ферму? Да Здесь живут люди, и бабуины могут пойти внутрь Чтобы съесть что-то Потому что есть еда у людей Но ты спросишь, почему тогда люди живут здесь? У них есть электрическое ограждение, которое отпугивает диких животных Она вокруг всей фермы смотрится открыто И даже слоны могут пройти внутрь Но она защищает все, что находится внутри Солнце поднимается сквозь акации Мы также пытаемся отогнать слонов До того, как они придут к забору Смотри, это светоотражатели Какое напряжение? Сколько вольт? Не знаю точно, но рассчитано на крупнейших животных Например, на слонов Ночью, когда ветер, они также издают звуки Это также отпугивает слонов Скот в безопасности внутри И они покидают загун только после примерно 9 утра Как нападает лев? Вы видели, когда мы в Гамбии гуляли со львами Они вот такого размера Это были самки В холке Самец будет гораздо выше На всей этой территории обитают львы Каждую неделю они нападают на местных людей Почему это происходит? Видите трава? Это буш Саванна Лев большой Но ты никогда не увидишь его Пока он не подойдет тебе на расстояние 3-4 прыжков Когда он крадется Он ложится, он полностью прижимается к земле И крадется к тебе Он прячет глаза Полностью прячет хвост И он практически лежит Практически ползком В такой траве это очень легко сделать Ты его никогда не увидишь Самая большая проблема Если ты не видишь льва Если ты видишь льва Значит ты в безопасности Потому что он не собирается на тебя нападать Если ты льва не видишь Как сейчас Вы не видите льва Значит он может быть Крадется к тебе И сейчас подходит на расстояние 3-4 прыжков После этого он атакует 3-4 прыжка Это 15 метров 15-20 метров Это Баффало Буйвол Водяной буйвол называется Достаточно опасное животное тоже Очень агрессивное Нападает спонтанно Очень защищает Своё стадо И маленьких Буйволят Если они есть рядом Входит в большую пятерку Охота на него Также одна из Достаточно опасных охот Семья слоновья дорогу переходит О какой малыш Ну как малыш Наверное метра полтора уже размером Просто Ну что батя Всех перевёз Перевёл Через дорогу Давай мне ехать надо Стоят Ждут Чё ждут Чё стоят Слоны Вы же умные животные Переходите дорогу уже Пробку создали Я честно говоря Раньше думал Что национальный парк Это территория Огороженная Правительством На которой Завезли там Трёх жирафов Десять слонов И сейчас Возят туристов Показывают им Что и как А в Бацване Я впервые понял Что это Вообще не так Потому что Животных Настолько много Что Никто и не думает О том Чтобы Как-то Специально Создавать Условия Для животных Просто парк Это скорее Огороженная Территория Которая Показывает Что вот здесь Воятся животные Что здесь Их наибольшая Концентрация Но они никак Не ограничены В своих Передвижениях Понимаете Вот я еду По дороге Вот здесь Жираф Вот там Зебра Вот здесь Водяной Буйвол Я даже Не в парке Не в национальном Понимаете Я еду Просто По Дороге Это ваш Загон Да Это наш Загон Значит Что случилось Ночью Когда Нас здесь Нет У львов Есть возможность Запрыгнуть Внутрь загона И наслаждаться Обедом Ты видишь Это большой загон Иногда мы Не закрываем Ту сторону Чтобы скот Мог ходить На ту сторону И гулять На протяжении Ночи Они не закрывают Но иногда Нам не везет Та сторона Не слишком Хороша Построена Не так Хорошо Львы имеют Возможность Запрыгнуть Загон И после этого Они выбирают Кого будут есть Затем Они наслаждаются А что слоны Делали здесь До фиг знает Может быть В воду приходили пить Я не знаю точно Видишь Мы иногда Оставляем воду Здесь Для скота Вы пытались Сделать Загон Выше Или Электрическую Изгородь Сделать Например Нет Еще Не пробовали Но мы Пытались Разместить Огни Вокруг Загона Эти огни Они не То Чтобы Для нас Что Происходит Когда Огни Горят Львы Уходят К другому Загону И Идят Там Они Пугаются Огни Подскажи Это случается Каждую Неделю Да В последнее Время Чаще Когда Я уезжаю Ребята Звонят Мне И говорят Что Львы Съели Еще Кого То Проблема В том Что Даже Если Мы Найдем Внутри Загона Мы Не Можем Стрелять Потому Что Это Запрещено Все Что Мы Можем Это Только Позвонить Офицеру По Дикой Природе Чтобы Тот Приехал И Спас Нас Это Большая Проблема Если Застрелишь Да Очень Большая Проблема Понимаешь Львы Здесь В Консервации И Их Не Так Много И Тебя Вычислят И Это Проблема Ночью Мы Зажигаем Костры Для Защиты Мы Думаем Что Если Они Увидят Огонь То Напугаются И Не Придут Но Я Думаю Все Это Ерунда Я Не Уверен Но Даже Если Мы Зажигаем Огни Они Просто Игнорируют Его И Прыгают Внутрь Все Это Происходит Только Ночью Да Только Ночью Но Мой Брат Рассказывал Что Позавчера Он Приехал Сюда Около Шести Вечера Чтобы Налить Воды Малышам И Видел Тут Убегающего Льва Угу Эту Дорогу Мы Сделали Для Безопасности Если Мы Приезжаем Ночью То Ездим На машине Здесь Чтобы Смотреть Что Происходит И Отслугивать Львов Для Для Вас Львы Это Самая Большая Проблема Да Львы Самая Серьезная Проблема Для Нас Потому Что Они Убивают Скот После Убийства Они Съедают Его А После Убийства После Еды Могут Убить Еще Кого Но Не Съесть Все Это Потери Знаешь Некоторые Из нас Смелые Но Если Ты Не Смелый У Тебя Нет Выбора Потому Что Ты Должен Стоять Смирно И Смотреть Ему Глаза Если Ты Повернешься И Попробуешь Убежать Он Тебя Поймает И Съест Они 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 Лиони С Попробуешь Да? Да Он Так Видимо Да Он Много 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 Знаешь Я также слышал истории Что Лев Который Однажды Убил Человека Будет Охотиться За ним Снова и снова. Это правда ли это байка. Но это больше вымыслил, потому что у нас не было ситуации, когда лев съедал человека. Мы пришли на лео. Он пришел на нашу путь, когда мы были ездить. Он сказал мне, что не бегай, просто стойте и держите в глаза. Потом я сделал это. Он пришел, и он хотел разрушить нас. Очень близко. Потом он обратился, и пошел в правильную сторону. И ты просто должен видеть в глаза? Да, в глаза. Видеть глаза, прямо на их глазах. Только? Да, ты не смеешься. Окей. Вы не смеешься. Вы выглядите мягко. Да, некоторые мы мягко, но если ты не мягко, то нет выбора. Ты должен стоять и просто смотреть на глаза. Потому что если ты не смеешься на глаза, то ты едешь. Сейчас мы пошли в буш, смотрим следы львов, как далеко они ушли. Потому что на самом деле они живут недалеко от этой деревни. Потому что им не надо охотиться, понимаете? Не надо бегать за антилопой, не надо пытаться ее поймать. Они просто приходят, перепрыгивают через забор и едят сколько хотят. И потом уходят. Они живут где-то недалеко. Чаще всего они боятся людей, но далеко не всегда. Особенно если один или два человека идет, а львов целый прайд, то такие случаи бывают. Вот место, где львы запрыгивают внутрь. Поэтому мы наложили сюда эту колючую акацию. Это корова, которую они съели? Да, это та самая корова. Слушай, а если львы съели корову, правительство платит какую-либо компенсацию? Да, платит, но зависит от случая. За маленькую платят немного, за корову около 350 долларов, а за быка могут и 500 долларов заплатить. Этого достаточно, чтобы, например, купить другого? Да, я бы сказал, что достаточно, но проблема в том, что если я поеду в соседний город, чтобы купить хорошего быка, то ты не найдешь ничего. Только мясо для еды, и то оно будет дорогим. Очень дорогим. Вы знаете, чтобы купить настоящий собак, который я хочу. Потому что на этой стороне они имеют хорошие собаки для животных. Так что случилось? Нет никакого способа найти его, даже если он ест по львову. И они очень дорого. Очень дорого, чем 5000 долларов. А, львов. Ты любишь это? Да. Да. И что имя? Баббл-фиш? Да, имя рыбы – Баббл-фиш. Чувак пытается поймать большую рыбу, сидит на берегу озера. А что имя этого льва? Эта льва? Это Чоба-рыба. Чоба-рыба? Да. Подводя итоги, что я хочу сказать. Ватсвана – интересная страна. Животных очень много. Пять лет назад там отменили охоту, чтобы восстановиться популяции животных разных, в том числе львов. Ехать туда, смотреть животных – отличная идея. Хорошо, что там ограничат Сьюар. Дороги хорошие. Ограничат также с Намибией, Зимбабве и Замбией. То есть можно поехать по Цвану из многих стран. Самое интересное, конечно, находится на севере. Дельта реки Акованга, куда я не попал, но как бы не планировал. И парк Чоба. В сам парк Чоба я в итоге так и не пошел. Потому что всех животных, которые там есть, я видел вне его. То есть тратить отдельно время на парк я не захотел. Тем не менее, все интересно. Цены выше среднего. Самый дешевый отель стоит баксов 70. Въезд в парк на одного человека 15 долларов. Правда, бензин дешевый. Это хорошо. Бензин стоит порядка где-то 70 центов американских долларов. Еда, в принципе, тоже такая не дешевая. Баксов 15. Один раз поесть. Это такое, как бы, очень средненькое. Если с алкоголем, то 20 будет точно. Соответственно, вот так. Баксванов рекомендую. Едьте все отдыхать. А, кстати, очень безопасно. Очень безопасно. Очень много туристов. Туристический сектор очень сильно развит. Много всего есть. И развлечений много. И ресторанов, отелей много. И заправок. И аренда машин. Все, в общем, на ваш вкус. И кошелек. Хотя бы дней 5 выделите. Это такой минимум, который вам бы нужен. Чтобы посмотреть Баксванов. Если вам понравилась история вот такого формата, как я снял в Баксване. Единственный способ, по которому я понимаю, взошло видео или нет. Это лайки и дизлайки. Просмотры они не отображают, понравилось видео или нет. Поэтому, если вам понравилось, поставьте пальцы вверх. Если не понравилось, поставьте пальцы вниз. Если не понравилось, напишите, что не понравилось. Я буду стараться. Я хочу снимать не просто один день из моей жизни. Я хочу снимать маленькие истории об этом месте, в котором я оказался. Поэтому отреагируйте как-то на это видео. Дайте мне понять, нравится вам такой формат. Или не нравится, или лучше снимать влоги. Как вот я там поел, я как поспал, что сколько стоит. Или же вот такие истории, они тоже интересны для вас. Дайте мне обратную связь. Подписывайтесь на канал. Пока. Пока! Редактор субтитров А.Семкин